Сегодня мы поговорим о генераторе J-Hipster, который на данный момент является одним из самых популярных в виде Java разработчиков. Расскажу немножко, что это такое, немножко теории по микросервисам в общем, и покажу примеры, как генерировать приложение и использовать этот генератор. Если немножко о себе, то в принципе с прошлой презентации не сильно что-то изменилось, работаем, учимся, развиваемся, возможно в следующих презентациях что-то больше смогу рассказать о себе. Ну, что ожидать от этой презентации, это собственно что такое J-Hipster, интро в архитектуру микросервисов. Просмотрим некоторые best practices для управления этой архитектурой и посмотрим какие-то примеры. Ну, как я уже сказал, J-Hipster является самым популярным генератором приложений в Java мире. Почему его использовать? Потому что он полностью open sourcing, люди контрибутят туда новые фичи, улучшают его. И если начиналось это как генератор монолит приложения, который генерировал Java backend и AngularJS frontend, то сейчас там очень много опций, где можно помимо того, что генерировать микросервисы, так еще и выбирать фронтенд технологию между Angular и React, о том, что на сегодняшний день являются самыми используемыми фреймраками во фронтенде. Если рассмотреть архитектуру, которую создает и использует J-Hipster, то мы можем увидеть, что на входе у нас есть такой gateway, который аббегирует все запросы на наше приложение, и в котором мы можем менеджерить. То есть у нас есть на вершине айсберга идет gateway аппликация, которая является агрегатором всех остальных микросервисов, который дает доступ для конечных пользователей. Также мы рассмотрим дальше такой элемент архитектуры, как J-Hipster Registry, который в себя включает Eurico, Spring Cloud Config и инструменты для мониторинга нашей архитектуры. И, собственно, мы запустим J-Hipster Registry сегодня, создадим этот gateway и создадим два микросервиса. И думаю, что стоит начать с J-Hipster Registry, который в себя включает сервис Discovery, который основанный на Netflix, Avrica. J-Hipster Registry – это аппликация, которая разработана командой J-Hipster для более удобного менеджмента, мониторинга, настройки нашей архитектуры. И для этого давайте попробуем сделать наш первый микросервис, используя J-Hipster Registry. Если существует два способа использования генератора. Первый – это используя... Паули, смотри, что перебиваю. Мы должны сейчас видеть консоль J-Hipster. Нет. Презентация. Нет, нет, я на другом экране сейчас делаю изменения. Сейчас, чтобы вам было видно. Сейчас видно? Да. То есть есть онлайн-тулза, которая разрешает нам создать приложение. Сейчас, секунду, я... То есть сначала мы используем онлайн-тулза, дальше мы попробуем сделать то же самое через консоль. И я более детально расскажу о всех опциях, которые есть, которые дают нам возможность выбирать и конфигурировать наши аппликации. То есть давайте начнем с того, что создадим сервис. Этот сервис... То есть если мы создаем наш микросервис, используя J-Hipster онлайн, то он будет сразу выложен на GitHub, который должен быть при подключении к J-Hipster онлайн-аппликации генерейшн сайту. Как я говорил, J-Hipster начинался с того, что это был генератор в монолит-приложении, который серверную часть генерировал на Java, а фронтенд был на AngularJS. И если выбирать между возможными вариантами генерирования, если это небольшое приложение или если у вас нет достаточно опыта в разработке и работы с микросервисами, тогда монолит-приложение будет лучшей опцией для вас. Но в данной презентации мы будем использовать и генерировать микросервисную архитектуру. Поэтому начнем мы с того, что создадим приложение. Мы можем здесь выбрать монолит-приложение, микросервис-приложение. Если вернуться к нашей презентации, то вот это будет у нас Application, выбор. Gateway – это будет вот это вот. Также есть возможность создать еще одно приложение для аутентификации, но это мы не будем рассматривать в этой презентации. Мы выбираем микросервис-аппликейшн. Выберем здесь 82-й код, чтобы не было конфликтов. Тут у нас спрашивают, хотим ли мы использовать jhipster-регистри для того, чтобы конфигурировать, мониторить и скейлить наше приложение. Выбираем «Да». Есть три типа security нашей архитектуры. Это jvt-автентификация, ау-ос-друг, второй, и защита через jhipster-регистри для того, тот, который мы можем создать вот здесь. Но в данной презентации мы будем использовать jwt. Так как это первое наше приложение, сделаем его суперпростым, без баз данных. То есть это все относилось к базам данных. Выберем здесь Gradle. Пока не будем здесь ничего подключать. Можно подключить возможность работать с веб-сокетами, Elasticsearch, можно подключить синхронный месседж в Kafka. Также мы можем выбрать поддержку интернационализации, подключить дополнительные языки. В данном случае мы не будем делать. И также мы можем подключить дополнительные инструменты для тестирования, как Gatling и Cucumber. Но в данном случае не будем их выбирать. После того, как мы сделали свой выбор, мы можем скачать себе zip-файл, который мы должны распечатать структуру папочек. и копируем сгенерированный код в нашу папочку. Далее попробуем запустить наше приложение. И сейчас это приложение будет падать, так как мы не запустили еще сервис-регистри. Пока пусть оно компилируется. Мы посмотрим, что оно будет падать. И надо показать вам, как включить сервис-регистри. Как я говорил, jhipster-регистри – это приложение, уже написано командой разработчиков jhipster. И нам нужно, мы можем просто склонировать его с гитхаба, установить необходимые модули для ангулер части и запустить бэкэнд и запустить фронтэнд для того, чтобы мы могли пользоваться jhipster-регистри. Я уже это сделал, чтобы сэкономить нам немного времени. Давайте пока включим. Запустим. Запустим. Серверная часть. UI-ку. Сейчас мы запускаем, если опять вернуться к презентации, мы запускаем вот эту вот часть, которая будет искать и регистрировать все микросервисы, которые будут у нас в системе. Сейчас попробуем зайти. запустить ежен. Искать. Искать. Запустилась. Стандартные пароли. Здесь admin, admin. Заходим. И вот мы видим, вот как выглядит G-Hipster Registry. Это по сути даже порт, который показывает статус нашей системы, запущенные инстансы. На данный момент никаких нет. Помогает. Давайте попробуем запустить наш сервис еще раз. Продолжение следует. Так. Запустился на парте 80-82. И сейчас, если мы перейдем назад, в Registry, можем включить рефрэш автоматически каждые 5 секунд. Пока не будем ждать. Перезагрузим. Вот. И мы видим, что у нас появился наш сервис. Мы можем посмотреть, что у нас есть один инстанс для этого сервиса. Мы можем видим, что у нас есть возможность конфигурировать через Spring Cloud Configuration. У нас здесь есть метрики по использованию наших сервисов. Мы можем видеть API, который нам доступен. То есть у нас сгенерировался и свагер. И это наши опишки, которые доступны для G-Hipster Registry. И также мы можем посмотреть для нашего сервиса, сервиса новосгенерированного. На данный момент у нас нет никаких endpoint. И можно, используя инструменты G-Hipster, попробовать создать endpoint для нашего приложения. Пока мы его выключим. Используем команду G-Hipster Spring Controller. Назовем его hello. Нас спрашивают, али мы хотим добавить какой-то action для нашего контроллера. Назовем его, допустим, say hello. И что он будет возвращать? Будет возвращать hello. Теперь, когда мы перезапустим наш сервис, то мы увидим G-Hipster Registry с лагеря. По сути, G-Hipster Registry это у нас отдельное приложение, в котором мы будем видеть endpoint, который доступен в другом сервисе. Хорошо. Вернемся к презентации. Как я уже говорил о G-Hipster Registry, что мы видели, что это UI, которая предоставляет возможности конфигурации Spring Cloud. Также мы видели, что это Discovery Server, который основанный на Avrica. И также мы видели дашборты, которые нам разрешают мониторить и администрировать нашу архитектуру. Давайте посмотрим, как запустилось. Давайте зайдем еще раз на Registry. и мы видим, что нам доступно доступный endpoint. Я вчера тоже столкнулся с этой проблемой, что мне в Registry возвращает no-content, но я не разобрался еще почему. Но дальше мы посмотрим, когда мы будем через Gateway использовать и в Swagger использовать запросы на другие микросервисы. Тогда мы увидим, что оно работает. Почему в Registry не работает, я еще не разобрался, к сожалению. Ну а дальше посмотрим, что оно будет работать через Gateway. Хорошо. Вернемся к презентациям. Немножко поговорим о микросервисных архитектурах и, в частности, когда стоит использовать и выбирать микросервисы. А именно если у вас большой, огромный проект, который собирается скейлиться, увеличиваться в количестве пользователей, в количестве запросов. Если у вас на проекте огромная команда, которая друг другу мешает и она достаточно, в команде есть разработчики, которые имеют достаточно экспириенса, чтобы отделиться и делать какую-то свою бизнес-лойку или решать свою проблему отдельно. То есть реализовать domain-driven модель. И если есть у вас деньги на то, чтобы построить архитектуру для поддержки микросервисов. Потому что если на том же J-Hipster был у нас выбор создать монолит-приложение, то такое монолит-приложение может обойтись в 30 долларов в месяц. И чтобы оно при небольших нагрузках, то есть это относительно дешево. Для того, чтобы построить, допустим, такое же приложение, но используя микросервисную архитектуру, это обойдется в разы дороже, но для больших компаний, для больших проектов это не будет проблемой. Но если это что-то маленькое, то это плохой вариант для того, чтобы использовать микросервисную архитектуру. То есть не стоит выбирать микросервисы только потому, что все они говорят или для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. В принципе, эту архитектуру популяризировали большие компании, у которых огромнейшие нагрузки, и большинству эта архитектура не нужна. Ну и тоже надо помнить, что микросервисная архитектура не забирает все проблемы. Она их просто разбивает на маленькие части и, я бы сказал, даже привносит дополнительные проблемы, в которых могло бы и не быть, используя монолит-архитектуру. Если говорить о популярных паттернах, которые используются для микросервисов, то есть агрегатор, прокси, change responsibility, share data, асинхронные сообщения разработчики G-Hipster использовали для разработки и генерирования архитектуры первые два – агрегатор и прокси-паттерны. Эти паттерны были выбраны, так как они наиболее часто используемы, популяризированы, они были Netflix. И если вернуться к нашему слайду по архитектуре приложения, то мы видим, что наш gateway выступает как агрегатор других микросервисов и также и прокси. И это то, что мы имеем out-of-the-box, то, что нам предлагают разработчики G-Hipster. То есть gateway наш, как выступает вершиной айсберга, давая доступ ко всем микросервисам, дает нам визуализацию англоровскую или реактовскую. и дает нам возможность работать с API-шками микросервисов и конфигурировать наши аппликации. Допустим, настраивать логирование, не перезапуская приложение, а делать хот-чин-джин. Давайте попробуем сделать еще один микросервис, уже используя CLI. и запустим команду. Здесь, так же, как и в онлайн-версии генератора, нам предоставляется возможность выбора опций, которые мы хотим иметь в нашем сгенерированном приложении. То есть gateway мы сделаем позже. Authorization Server мы не будем использовать. Мы создадим еще одно приложение, то есть микросервис. Название. Выберем 83-й порт, чтобы не было конфликта. Опять же, мы должны указать, что мы используем G-Hipster Redis, чтобы все друг друга находили. JVT-аутентификация. Выберем для нашего второго микросервиса базу данных Postgre. Есть возможность выбора кэширования. Локальный кэш, дистрибутивный кэш для микросервисных систем Hazelcast. Можно не использовать. Выберем Hazelcast. Можно выбрать кэширование второго уровня, кейбернэйтовское. Выберем Gradle. Можем подключить Elasticsearch, API-first development, возможность и асинхронные сообщения, Kafka. Также не будем выбирать. Интернализация не будет. Я выбрал, да. Берем английский. И можно выбрать любой второй язык, который хотим. Выберем. Можем выбрать дополнительные возможности, чтобы нам сгенерировали дополнительные тесты. И также можно добавлять дополнительные модули, которые, как я говорил, J-Hipster это open-source проект. И разработчики дополняют и дают возможность дополнить ваше приложение какими-то готовыми модулями, solution-ами. Как мы видим, генерируется пачка файлов. Генерируется наше приложение. Конфигурация генерируется. Для нашего пока генерируется, я расскажу о еще одном инструменте, который предлагают нам разработчики J-Hipster. именно J-Hipster J-DL J-Hipster Domain Language это еще секунду. И есть такой сайт как J-DL Studio, которая разрешает нам создавать создавать архитектуру наших нашей базы данных, наших entity, настраивать, описывая их и настраивая их relationship-связи. И также есть дополнительные опции, которые добавят pagination, infinity, scroll, или создадутся DTO-шки для наших entity, создадутся сервисы, и мы можем оказывать, как будут создаваться наши entity для нашего сервиса. после того, как мы описываем их J-DL Studio, мы можем скачать файлик J-DL если мы вернемся к нашему сервису и попробуем его запустить. Не тратить время, не будем его сейчас запускать, но он также пустой, и если бы мы зашли в J-Hipster Registry, то там не было бы никаких endpoints, в котором мы могли бы постучаться. И для того, чтобы немножко оживить наш второй микросервис, мы импортируем в него вот этот скачанный файл. разойдем мы скопируем корень нашего микросервиса и сделаем импорт этого файла, который сгенерирует нам entity, репозитории класса, сервисы и контроллер. Давайте посмотрим. создаются JSON-ы на основе этого файла и на основе этих JSON-ов уже создаются наши Java-файлы. То есть мы видим, что сначала создались создается domain наша entity, репозитории, веб, сервисы и мы видим, что есть конфликты, которые мы можем перезаписываться Liquibase мастер файл. Мы разрешаем переписать. И мы видим, сколько файлов было создано одной командой. что помогает нам сэкономить часы нашего труда и посмотрим, или оно работает. Теперь мы запустим второй наш сервис. Также пока оно запускается можем посмотреть что этот первый сервис, мы можем зайти посмотреть на эндпойнты которые он нам предлагает и сейчас также сможем зайти на наш еще не сможем потому что я забыл нам надо мы указали использование постгр базы данных и нам надо поправить будет сейчас конфигурация в яму чтобы исправить наш второй сервис а 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 мы видим запускается наш микросервис и вот он падает потому что мы еще не устроили а а а а а а выключим увеличим чтобы было видно а а а а а а а а а то можно пройтись по сорсам посмотреть что нам сгенерировал jhipster то есть мы видим наши entity наши нам это все основано на нашем jdl файле который был скачан с the studio то есть это один из вариантов как можно добавлять и добавлять entity к проект сейчас скажем что будет точно а а а а а а а а и наше есть крут операции и и у нас есть а а так а а так что делаем что что с и то есть Сейчас еще создать птичку. Наши сервисы, ага, уже есть, давайте это мы пока дадим, если дадим на программе. База создана, теперь можем вернуться и перезапустить наш сервис. И сразу проверим его в jhifteradest. Сразу тогда создадим еще наше третье приложение, именно gateway. Для этого добавляем опять же команду jhifteradest. Теперь мы выбираем, что это будет gateway. gateway, gateway 8080 нормальный. В качестве jvt. Есть у нас опция для нашей UI, Angular 6 или React. Дополнительные инструменты для тестирования. И сейчас мы видим, как генерируется наш gateway. Сейчас у нас создается как и серверная часть, так и Angular приложение, которое будет запускаться. Это немножко времени займет, так как будут качаться модули для Angular. Поэтому пока вернемся к нашей презентации, а потом посмотрим, как она работает. Ну и сразу еще можем проверить, что говорит нам наш jhifteradest. Говорит он нам, что у нас сейчас запущено два микросервиса. Первый это наш Hello World пример. И второй сервис, который если мы зайдем в swagger, мы можем видеть, что у нас есть endpoint для сгенерированных нами entity. То есть у нас есть крут операции для всех из них. И это тоже круто, что у нас в одной UI мы можем проверять endpoint для разных микросервисов. Но, как я уже говорил, здесь именно jhifteradest не работает почему-то. Я еще не нашел почему. Через gateway оно будет работать. Потом проверим и убедимся в этом. Винилируется дальше. jhifteradest предлагает нам инструменты для управления нашими API. jhifteradest защищает доступ к нашему backend, то есть к остальным микросервисам. Как я говорил, есть три варианта, которые мы можем использовать. Это старый добрый JWT. Использовать дополнительное приложение jhifteradest. 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 предоставляет нам UI для того, чтобы можно было тестировать и отсылать реквесты. jhifteradest. jhifteradest также нам предоставляет, так как мы видели, возможность увидеть, как используется ресурсы на нашей машине. мы можем посмотреть логи наших приложений. Вот это логи jhifteradest. jhử eskifteradest. Возможно, надо было еще что-то дконфигурировать, чтобы мы могли видеть еще для микросервисов, но такая возможность есть. И мы можем настраивать уровень логирования для наших микросервисов, используя UI. Также G-Hipser предлагает нам возможность использования, у нас была возможность подключить Elasticsearch, Logstash, Kibana. Но это я не пробовал, и поэтому, если кто-то будет пробовать, буду рад говорить, как получилось, какие плюсы, какие минусы. Но такая возможность есть и предоставляется G-Hipser. Также то, что не будет покрыто в этой презентации, это запуск микросервисов, используя Docker Compose, который предлагает возможность для того, чтобы скейлить нашу архитектуру и добавлять дополнительные инстансы для разных микросервисов. Это дополнительная конфигурация, это не девелоперская работа, но если при работе с микросервисной архитектурой, от этого никуда не убежать. Я рассказывал о возможностях подключения разных видов кэша. То есть, если кэша нету, то скейлить просто, так как нигде ничего ни на каком инстансе не сохраняется. Если подключить fcache, то это будет работать только если будет один инстанс у нас. Есть возможность подключить HazelCast, который специально сделан для микросервисов и является дополнительной опцией при использовании G-Hipser генератора. И есть еще одна дополнительная опция альтернативы HazelCast, это InfiniSpan. Давайте посмотрим, что там с нашим гейтвэем. Давайте запустим backend. Запустим. Если, ну так как это Java Community и кто-то не стыкался в работе с Angular, то для, возможно, с G-Hipser, то Angular запускается как отдельное приложение. И его надо запускать через YARN Start или NPM Start. Но G-Hipser по умолчанию использует package manager YARN и не рекомендует использовать NPM, чтобы не было конфликтов. Я верю и не пробую использовать NPM, чтобы, потому что потом резолвить конфликты и искать в чем причина, почему не запускается UI. Для меня, поначалу, занимало очень много времени. Окей, пока надо. Запускается наш gateway. То, что мы еще сделаем, это добавим возможность через gateway, точнее создадим UI-ную часть. Для CRUD операций, для определенных на каких-то empty, которые были созданы на другом сервисе. Так, G-Hipser говорит, что мы уже можем запустить UI-ку. Сейчас посмотрим, на каком парке 88. Сейчас попробуем. Еще нет. Нет. Смотрю, по времени немножко не успеваем, но тогда расскажу немножко, какие еще дополнительные возможности есть в G-Hipser, которые, к сожалению, не покроем в этой презентации. Это насчет тестов. То есть, JUnit-тесты генерируются для нашего кода out-of-the-box. И если... Давайте пробежимся по всем сначала, так, чтобы успеть все. Интегрейшн-тесты также создаются, используя JUnit и Makita. Создаются Spring-интегрейшн-тесты для наших resting-поинтов. И для этого используются in-memory базы данных. Дальше. Дальше. Вот у нас была возможность дополнительно подключать... Подключить дополнительные инструменты для тестирования. Такие как Gatling, который используется для performance-тестов. Также Cucumber мы могли подключить, но G-Hipser генерирует только пример этого теста. А дальше на основе этого примера, так как этот вид тестирования уже тестирует вашу бизнес-логику, поэтому их просто надо будет уже переписывать и писать под себя. Также для Angular-тестирования используются Karma и Jasmine. Это инструменты, которые используются для тестирования Angular. И также есть возможность подключить Protractor. Также еще одним инструментом, который в одну команду может создать pipeline для continuous integration и continuous delivery, который в одну команду создает pipeline, который будет запускать тесты на какие-то continuous integration сервисы, такие же Travis, GitLab, которые будут делать build аппликации, проводить тестирование и готовить приложение к production. Также есть возможность сразу настроить deployment на Heroku. Давайте попробуем пока... Посмотрим, что у нас здесь. Так, надо настроить еще наш gateway. Давайте зайдем. Также для gateway надо настроить подключение к базе данных. ПОДИСКОГОВАНИЯ Также для патриации, когда она работает, составляем к базе данных. Также мы видим, что здесь есть файлы конфигурации как для Dev, так и для Broad Environment. Так как мы сейчас работаем в Dev Environment, поэтому мы изменяем Application Dev YAML, но и для запуска и Broad, то мы немножко по-другому должны запускать приложение, это уже можно в документации почитать. Пустим, проверим еще, или у нас есть... Так, Gateway у нас есть, хорошо. И то, что хотелось бы еще показать, что мы через наше UI-приложение сможем... Сейчас мы еще добавим к нему в нашем Gateway-приложении. Мы создадим компоненты для работы с сущностями на других микросервисах и попробуем вызвать... Точнее, допустим, засейвить какую-то сущность через Gateway в базе данных нашего микросервиса. И потом сразу проверим в базе данных, что оно работает. Можем посмотреть пока... Наши регистри... Что у нас вот появилось, появилось третье приложение, Gateway. И сейчас оно еще запускается... Наши gateway, наша UI-ка... Так как мы видим, у нас пока нет никаких Entity, но через Administration мы можем получить доступ к API всех наших сервисов. То есть, мы, допустим, зайдем в Service1... Видим Endpoint... Мы отсылаем на него GetTheProsse... И мы видим, что он нам сказал Hello... Почему это не работает на jhipster-разчестве, я еще не нашел, но, как мы видим, через Gateway оно работает отлично. Также мы можем создать какую-то запись сущности в нашем втором сервисе. Допустим, возьмем Region... Сделаем Post-запрос, который мы добавим. То есть, это наш Gateway... 8080... Мы отправляем его... Post-запрос для создания региона. Мы видим, что... Мы не создали, потому что, видимо, было уже такое... Давайте попробуем... Давайте еще раз попробуем... Вот... Нам создался новый объект... И если мы сейчас зайдем в... PostgreAdmin... Зайдем в наш Service2... Зайдем в схема... Зайдем в нашу табличку и посмотрим, что... Такой регион был создан... Такой регион был создан... Нигде... Нигде... Не без багов... Хорошо... И... Давайте еще... Что хотелось бы последнее показать... Это как создать... UI... Для того, чтобы мы могли использовать... На наш Gateway... Вот здесь... Вот... Тех же крут операций... Но... С сгенерированным... Angular-овским кодом... Для этого мы зайдем... Для этого нам надо в нашем... Gateway... Root-папке... Создать... Создать... Энтити... С названием... Таким же, как в микросервисе... Когда мы запустим эту команду... J-Hipster Generator... Спросит у нас... Или мы хотим создать... Энтити... На основе... То есть... Он знает, что у нас микросервисная архитектура... И... Или хотим мы создать... Эта... Энтити... На основе... Какого-то существующего микросервиса... Мы говорим, что да... Он у нас спрашивает... Где находится... Данный микросервис... Мы должны указать путь к нему... Сервис 2... Эээ... Эээ... Генератор говорит, что он нашел в нашем... В нашей папочке нашего сервиса... нашего микросервиса, это джейсон для такой сущности. И спрашивают, ли мы хотим сгенерировать или регенерировать это entity для нашего гитвая. Как мы видим, создаются компоненты англорские. Также, как мы видим, создаётся дополнительный элемент в нашем навигационной панели и поэтому она спрашивает, ли мы разрешаем ему переписать. Мы ему разрешаем и также у нас модуль, в котором добавляются новые entity. Как мы видим, для одной сущности у нас создалось около 20 файлов, которые также экономят время в разработке. И как мы видим, у нас hot reload, то есть TypeScript изменения компилируется и наше англорское приложение перезаблю. Сейчас забыть. Сейчас, если всё будет хорошо, у нас должна будет появиться в этом меню наша entity, для которого мы сгенерировали. И вот мы видим, что у нас есть и у нас появилась возможность выбора, у нас сгенерировались компоненты для отображения наших записей для этой сущности. То есть, здесь у нас есть компоненты, в которых мы можем создавать, добавлять новые. Допустим, допустим. Допустим, тут пишем. From UI. Save. У нас сразу оно отображается на UI. Также посмотрим изменения в базе данных. Делаем ещё один запрос. И видим, что через наш gateway, через sangular мы отправляем запросы на gateway-овские API, которые перенаправляют их на микросервисы и делают изменения в базе данных. Как мы видим, всё работает. Почти всё, не считая нашего swagger в jheaps registry. Мы увидели, какую архитектуру можно построить, используя генератор. То, что мы не покрыли и то, что надо, то работать самостоятельно будет. Это работа с Docker, Docker Compose и автоматическое поднятие всех этих серверов, чтобы не делать это всё вручную через терминал. И также continuous integration, continuous delivery, которые можно настроить для того, чтобы уже с начальных этапов разработки в несколько кликов смотреть на свои зелёные билды и радоваться этому. И я думаю, что от себя добавить ещё то, что генератор — это не панацея от всех проблем, это то, что помогает вам сгенерировать такую архитектуру достаточно быстро, сгенерировать код, который можно сгенерировать автоматично и на основе каких-то метаданных. Но из минусов, лично с которыми я столкнулся, это если выходят новые версии G-Hipster, ты уже там написал много кода, поисправлял все стандартные сгенерированные файлы, то конфликтов не избежать и маржить придётся много, очень много. Спасибо.